в большинстве стран в том числе и в россии практикуется правосторонние движения с чем это связано версии несколько еще во времена когда люди управляли повозками с лошадьми оказалось что по правой стороне дороги ехать проще так как большая часть людей и тогда являлась правшами а тянуть лошадь правой рукой легче по другой теории такой приказ был оглашён наполеоном и вся европа его послушалась наполеон был левшой и садился на лошадь с правой стороны а потому требовал подчинения в исполнении декрета о правостороннем движении в стране и на завоеванных территориях правая сторона во франции тогда именовалась народной а левая буржуазно прогнивший в нашей стране как и в большинстве других движения также по правой стороне средние века данное правило появилась спонтанно и было естественным поведением людей юст юль был посланником издания при петре первом 1709 году он писал о том что в россии повсюду в обычае чтобы повозки и сани встречаясь друг с другом разъезжались держась правой стороны дискуссии по этому поводу до нашей с вами родины не было еще до петра сани в зимнее время держались справа а разъезжались боком с левой стороны а в 1752 году императрица елизавета петровна издала указ о введении правостороннего движения какая же страна стала первой кто издал указ о левостороннем движении официально ею была великобритания в 1756 году вышел указ по движению с левой стороны сперва по лондонскому мосту а потом и по всей стране именно англия и является зачинателем движения по левой стороне что потом и было ей внедрено в ее колонии страны находящиеся под ее влиянием австралия индия пакистан на сегодняшний же день существует более 50 стран где левостороннее движение является официально признанным в японии она связана с традициями страны во времена самураев каждый должен был носить меч катана длина которого составляла 90 100 сантиметров носили его в ножнах за поясом с левой стороны тела чтобы в любой момент его можно было быстро достать а для того чтобы не задеть меч случайно задетый меч считался вызовом на бой людям приходилось обходить друг друга с левой стороны это и повлияло на движение с левой стороны существует и несколько стран где ранее было левостороннее движение но позже было принято сменить его на правостороннее это германия италия польша испания голландия и швейцария в ряде европейских стран отказались от левостороннего движения по простой причине туристам приезжающим из соседних стран европы было тяжело привыкнуть к новым правилам на дороге из-за чего ими было вызвано больше всего аварий поэтому в какой-то момент внутри этих европейских стран было принято решение перейти на правостороннее движение здесь все просто и логично в древнем же риме например когда легионеры ездили по дороге они держали в правой руке свои оружия чтобы при встрече с врагом они могли быстрее вернуться от рубящей правой руки самая забавная история смены движения была у швеции до 1967 года страна передвигалась по левой части несмотря на то что почти вся европа уже активно использовала правую правительство страны что осознавала что однажды все-таки придется перейти на сторону большинства но оказалось что жители швеции были против потому что им было удобно и так но спустя несколько лет парламент все-таки вынес решение о смене движения по левой стороне на движение по правой власти настолько серьезно подошли к вопросу что начали заблаговременно активную подготовку к так называемому дню н что обозначало правостороннее движение меняли и дорожные знаки переставляли светофоры и готовили моральные физические автолюбителей об операции н писали в газетах говорили на тв выпускали одежду с буквой н и даже сочинили песню держись правее свэнсон 5 сентября 1967 года в 4.50 утра вся страна переметнулась на другую сторону конечно не без инцидента в первое время так как сила привычки все-таки мощная штука первые годы английской колонизации северной америки соблюдались английские обычаи вождения и тогда водители передвигались по левой стороне однако после обретения независимости от англии страна стремилась избавиться от всех оставшихся связей со своим британским колониальным прошлом и постепенно перешла на правостороннее вождение в россии большинство машин леворульные однако запрета на правосторонние нет да и на дальнем востоке многие машины именно с правым рулем так как сказывается близость с японией но если вы отправитесь в австралию или чили и будете ездить по стране с неправильным рулем то можете влететь на штраф а машина при условии если она ваша конечно должна будет быть переоборудована словакии или литве если вы решите зарегистрировать праворульный автомобиль могут возникнуть сложности а в камбодже переустановка руля влетит в копеечку такая замена может стоить столько же сколько составляет среднегодовой доход жителя страны но есть и хорошие новости не заводская установка не перемещение руля никак не сказывается на расположение педалей во всех странах она закреплена формулой и биси акселератор прейк клатч то есть газ тормоз сцепления справа налево или газ тормоз если речь идет о машине с автоматической коробкой передач и исключение из правил существуют и по сей день в том числе в странах где правостороннее движение в италии долгое время почти все модели автомобильной марки lancia были оснащены рулем с правой стороны создана это было для того чтобы было легче ездить по горной местности поскольку при подъеме водитель должен был сидеть дальше от обрыва в америке и канаде некоторые почтовые автомобили тоже оснащены правым рулем так почтальонам удобнее опускать письма в почтовые ящики не выходя из машины есть некоторые места с частично левосторонним движением и там где признана правосторонняя в том числе в россии это несколько улиц в москве разъезд на улице лескова и в петербурге набережная фонтанки а также некоторые улицы в одессе высокий переулок и париже улице генерала лимонье здесь это нужно для того чтобы немного разгрузить улицы от пробок кстати руль на первых машинах всегда находился с правой стороны независимо от того какое движение принято а первый знаменитый автомобиль где руль находился с левой стороны ford t сложно ли привыкнуть к управлению автомобилем с другой непривычной стороны по словам опытных путешественников которые проводили отпуска в азиатских странах трудно но недолго ведь самое главное это привычка ее можно модифицировать за определенное количество времени у каждого это время индивидуально первое время вы будете нередко садиться на пассажирское сидение вместо водительского это нормально постепенно вы начнете привыкать как к расположению руля с другой стороны так расположению коробки передач кстати такое смещение фокуса с одной стороны на другую положительно сказывается на мозговой активности так что считайте что вы делаете специальные упражнения для своего развития однако важно следующее не стоит садиться за руль и если вы сильно устали из-за усталости человек действует на автопилоте а это значит чтобы привычки вы можете поехать по встречной если это ночное время и мало машин а это может быть опасно внимание ваш верный помощник закрепление новой привычки если вам понравилось данное видео не забудьте поставить ему лайк и подписывайтесь если еще не сделали этого впереди у нас много выпусков из мира путешествий ну и конечно не забывайте заходить на мой второй канал про международное образование смапс ссылку вы найдете в описании к данному ролику там вы найдете много интересных роликах о зарубежных школах колледжах и университетах информацию о том как учатся и живут студенты за границей и чем отличаются системы образования субтитры создавал DimaTorzok